Приветствую вас на Wall Street Online, в записи он вышел в эту пятницу, так как YouTube сменил политику по видеокодерам и сегодня мы рассмотрим по большей степени нефть, немножко Сбернгазпром, также посмотрим Brent of Words, PS, ну и в целом начнем сейчас с экономического календаря, что нас ждет на следующей неделе. Итак, ну на этой неделе был естественно самый важный момент, это две процентные ставки в четверг и в среду, Фомка и Британия, Америка, получается, Федрезеров снизил процентную ставку под эту шумиху с Китаем и там 10-процентной пошлиной, разное мнение сейчас на рынке, ну как по мне по поводу вот этой политики Трампа, ему остался один год у штурвала, то есть если даже его выберут на второй срок, я уверен, что он пытается сейчас за последний год как можно больше собрать кэшем и, если не ошибаюсь, 3 ноября 2020 года выбора президента США. То есть у него фактически год, поэтому он будет рвать и метать и мы еще об этом неоднократно поговорим ближе, там за 3-4 месяца. Очень часто перед выборами аппарат сбрасывает свои пакеты и можно немножко просадку видеть по индексам, по фондовому рынку, поэтому можно такой тренд задержной взять и снижение процентной ставки естественно облегчает немножко, деньги становятся дешевле, соответственно фондовый рынок позитивно реагирует на этот маневр и, собственно, вполне может быть продолжением динамики на рост. Это касаемо СНП. Естественно, сейчас по календарю я озвучу, там, в принципе, нет особо больших и важных событий из таких, которые стоит отследить. У нас получается во вторник процентная ставка Австралии 1% у них планируется, что останется на том же уровне. Но в Зеландии в среду в 5 утра по процентной ставке тоже чет там планируется на 25 соток снижение процентной ставки. То есть, соответственно, следующие процентные ставки могут потихоньку менять и другие банки как раз вслед за Федрезервом. Вот мы видим Австралию и Новой Зеландии уже сразу отреагировали. Это будет в среду Новой Зеландии и вторник Австралии. Значит, четверг тишина, практически без особых событий. И 9 августа отчет Британии по ВВП за второй квартал. Планируют аналитики, что он будет хуже предыдущего показателя на четыре десятых. Четыре десятых для такой страны это огромный, ну, просто Марианская впадина. И в целом все. То есть, вот такие события. Да, забыл сказать, Япония тоже по квартал. За второй квартал считается по ВВП. И тоже планируется на пять десятых ниже предыдущего показателя. Это вот такие события на следующей неделе. То есть, давайте их раз раз разметим. Вторник среда процентной ставки и в пятницу две страны с ВВП. То есть, вот такие события будут на следующей неделе. И теперь давайте посмотрим, что же там произошло с нефтью и какие уровни стоит брать на вооружение. Итак, начнем с сельки. Так, а где у нас сель? Здесь у нас получается дневной таймфрейм. Котировка еще с весны. Примерно с апреля-мая. Марта. Не с апреля. Склейка контрактов. И здесь мы видим по нижней гистограмме указана дельта и открытый интерес. Вот по открытому интересу прошлая сессия была немножко с притоком оппозиции. 419 дотянули. Были шорты. Соответственно, мы видим реакцию. И вернули, в принципе, на исходную. Ведь 4,3 тысячи было до движения и столько же осталось. То есть, собственно, все, кто зашли, уже сбросили позиции. По объему здесь также неплохой объем прошел непосредственно вчера. В четверг 789 тонн оборот. Тут был у нас почти под миллион движения на шорт тоже. Единственное, что здесь вот раскачивали этот импульс и это движение. Здесь же было три сессии на покупку и резко одна сессия на шорт. И сбросили. Сколько набрали, столько позиций сбросили. Относительно основного коридора у нас ядро сейчас будет 56 по 58. Здесь мы видим по фильтрам даже подсвеченные уровни. И второе ядро у нас 63,5-63. Это как раз вот еще осень, весеннее. По сопротивлению у нас есть два массива, которые идут 56 по 57. Сформированные буквально свежие еще в июле. И снятие стопорей, которое как раз затянулось на две сессии. Там тоже мы берем как сопротивление этот уровень. Это в районе 58 по 58,5. Вот этот массив. Касаемо поддержки 53,6 по 54,6. Этот коридор вот здесь на расширение после вот этой формации тестируют. Вот вчера здесь завершилось нисходящее движение с учетом того, что скорее всего это больше связано даже не с тестированием уровня, который был еще в начале лета, а проверяли стопики. И вполне могли выносить те, кто там пытался покупать в этом коридоре. Соответственно, в сценарии у нас прям вот даже по техническому анализу есть два варианта. Либо у нас сопротивление формируется дальше на снижение. Соответственно, мы должны удержать цену в коридоре ядра не выше. Соответственно, если здесь будут целлеры дальше удерживать контроль, то вопрос останется уже только пробитие того уровня поддержки 53,6, 54,6. То есть, ну, должны не выйти за коридор 56, 58. Лучше 57 даже. В случае, если это был маневрное снятие стопорей у байеров, то есть вот сессия пока в раздумьях. Как раз в пятницу перед выходными никто особо тактически не будет размещаться. В понедельник, в вторник будем смотреть, как перед запасами сверху нефти. Кстати, в среду в 17.30 совсем забыл. В экономическом календаре обязательно поставьте себе напоминание. И тут с ОПЕК еще вопрос решается. Соответственно, может быть изменение по каким-то квотам. Тоже стоит ориентироваться, если вы торгуете нефтью или же инструментами, которые напрямую зависят от стоимости барреля нефти. Здесь вы видите два крупных массива на сопротивление. То есть до 60.50 у нас начиная с 59 вполне может быть этот коридор защищаться. Если же у нас формируется поддержка как раз по техническому анализу. Здесь аккуратненько уже есть две точки опоры. Возвращаемся снова в ритм, в тренд выше поддержки. И, соответственно, атакуем 58.00. То есть этот уровень сопротивления. Касаемо сценариев, которые могут быть. И ключевой уровень это уже 61.50, если мы там будем. В август уже на носу осталось буквально месяц лета. И уже начинают формировать контракты на поставку газа, нефти на зимний период. То есть уже готовятся они летом, а повозку зимой. Поэтому в сентябре, в октябре, я думаю, потихоньку начнут цену корректировать уже к зимнему периоду. То есть немножко завышать. То есть нефтяным компаниям выгодно перед этим периодом завысить цену любыми способами. Они окупятся буквально за несколько тысяч, за несколько миллионов баррелей нефти отгруженных. Поэтому ждем какие-то военные конфликты в сентябре, в октябре. Либо же еще какие-то политические нестыковки. И, в общем, должен быть хороший инфоповод на то, чтобы нефтетрейдеры начали переживать и тариться контрактами. То есть завысить стоимость баррелей нефти. Ну, еще месяц до этого периода. Но у нас пока пока нет. То есть отчитались банки. Компания уже крупные по штатам фактически отчитались. Какие-то процентная ставка прошла. А что дальше? Вот сейчас будут как раз с Китаем вот эти вот торговые войны. И, соответственно, будьте осторожны, потому что здесь явно это не тот. Здесь давайте посмотрим как раз без склейки. Уже только чистый текущий контракт на ситуацию по дельте. И вот такая картина у нас сейчас. 56 как раз хотел показать. 12 тонн, 9 тонн. Итогово по текущему контракту у нас дисбаланс. Ну, в принципе, до 56.3. Вот весь коридор вот этот. Начиная с текущей цены. Все по итогу в шортах. Все-таки у нас десятка получилась за вчера дельта. И сегодня пятерка, половина примерно. Питеровка прямо по центру диапазона дня осталась. Соответственно, будем ждать расширения за 56, либо же за 54.5. Алерты можно прямо сюда выставить. Далее у нас получается еще немножко. Вот, повышенный объем был 31-го. И ближе уже к рабочему в пятницу. По открытому телесу еще раз показываю, как... Ну, вот приток 403 тонны, 415, снова 403. По дисбалансам мы видим с вами вот 56.6. Как раз почти 5 тонн дельта уровень. И вот здесь был достаточно хороший диапазон. Ну, его уже, в принципе, в четверг отработали. Так. В общем, сопротивление. Вот этот коридор будет на проверочку в понедельник-вторник. По поддержкам, как видите, скудненько. Я выделил 53.6 по 54.6. Но здесь буквально через тик селлеры везде. То есть тут как бы не сильно надежная либо не крепкая опора, в общем. Так что осторожнее, пока не спешите покупать после такого импульса. У них даже по текущей истории, которая за два квартала, ну, за полтора квартала. Сразу не восстанавливается рост после такого сильного маневра. То есть передышка. Единственное, что может быть, это затяжной флет. А затяжной флет – это хуже не придумаешь. То есть по флете не зарабатывает ни крупный, ни частный трейдер. Либо такой сценарий вполне может отработан быть. Либо еще могут просесть. Поэтому для покупок пока хороших данных нет. Таких триггеров. В любом случае, если пробивает 53.6, лучше по времени не спешить покупать. Вот уже у 52. Будем посмотреть, как они будут прицеливаться. Так, это был CL. Далее я хотел показать еще. BR. BR давайте посмотрим. Да, кстати, это график CL. Белый график, котировка CL. Рубль с начала марта. Розового цвета график – это рубль. Если точно, доллар – рубль. То, что у них корреляция непростая – это не новость. Но, в целом, обратите внимание, насколько у них произошел дисбаланс, то есть, раскорреляция произошла. Рубль вполне… вот, в районе 56 и по 64 500 мог бы уже как бы восстановить корреляцию, но тут как бы немножко с избытком прошли на покупку. то есть, дошли до 66 и 65 900. То есть, вполне для восстановления корреляции, ну, как минимум, арбитражники начнут это все дело сводить на исходную. И, в целом, если продолжить не в снижение, то, я думаю, рубль потихонечку через сессию 2 начнет нагонять вот этот дисбаланс, который был допущен. Ну, здесь видно, что они особо долго друг от друга не торгуются. То есть, и там может сессия 2 и потом снова идут на сближение. Вот такие у нас корреляции. Так, это CL рубль, потом котировка Brent вместе с индексом RTS. Здесь также произошел перепролет, грубо говоря, по RTS розовый график и белый график DR. Отклонения выше предыдущих периодов. Здесь они, в принципе, старались отклоняться не больше сотки. То есть, около 100-120. Здесь же отклонение произошло на 200, если не ошибаюсь, на 200 почти. Соответственно, немножко перегрет продажами индекс RTS. Если нефть так и останется в этом же коридоре, там, пятница-четверга, то индекс RTS немножко, я думаю, откорректируется обратно. Можно это взять как точку входа, можно просто быть готовым, если вы в шортах стоите по индексу RTS. Просто вы будете знать, что это вполне прогнозируемая активность. То есть, в порядке вещей. Так. Соответственно, получается, вот 150 примерно, отклонения у них пиковые было. А здесь получилось почти по 200. То есть, потихонечку, там, может, за недельку они должны, как минимум, вернуться на исходную корреляцию. Так. Это был рубль CL, это был CL. Теперь мы BR поближе посмотрим. Это текущая неделя. BR 15-минутный таймфрейм. И обратите внимание, какая активность по объему прошла именно после закрытия основной сессии. Самые крупные объемы, полмиллиона оборотов, был непосредственно 20-30. Это не одна 15-минутка. Здесь, в принципе, достаточно, вот, около часа так неплохо штормили по BR. Ну, вот, начиная с 20-15 и до 21-го часа 15-ти вечером. То есть, уже никому не ново и нет таких трейдеров, которые вечером не торгуют на индексе, ну, на российском рынке. Уже сместились торги. Все, в принципе, утром остались, наверное, только банки, компании, ну, все, кто по расписанию звонка за звонка работают. Вечерняя сессия все более и более ликвиднее становится. Это, в принципе, и опасно с одной стороны, и с другой стороны удобно. Так, здесь ликвидность самая, вот, крупная у нас получается по этому коридору, если, вернее, даже не коридору, а вот по одной цене только 85, то наоборот был вот здесь 61,10. По дельте у нас получается там как раз 16 на шорт, тут вот на бай, видите, 16,900, а вот здесь 16 на шорт. Явно, ну, можно связать, я думаю, эти события. Тут 17, тут тоже 16. То есть, даже вот такие интересные наблюдения можно в результате использовать в свою пользу. То есть, вот таких ребят ослабливать, которые не меняют латаж, либо же... Так, здесь у нас получается коридор на продажу достаточно сильный. Вот, с 61,75 по 61,5 и он тянется аж до 62 с копейками. Здесь еще один блок продаж, то есть, с поддержками тут только вот в районе, если брать точно, 60,78, 61,16. Вот коридор, и то здесь как бы более плотная часть, вот так вот выделить можно, будет более точным. Здесь есть островок шерстов, это суммарная дельта, и мы сейчас... Ниже уже, в принципе, там слабенькие объемы. Теперь открыт интерес и посмотрите сейчас на нижнем гистограмме. То есть, вот черные участки, это там, где сбрасывали позиции. Ну и светлые участки нижней гистограммы, там, где позиции набирали. Приток большой, вот, по сделкам у нас начинается с 18.00 и до поздней 22.30. Весь этот пролет набирали позиции, причем так потихонечку они их подбирали. И 31 числа потихонечку, потихонечку вот здесь раскачивали. Ну, нужно заметить, что вот здесь, после достижения пика по позициям, вот, к открытию уже было 656. То есть, ну, не критично, но, в принципе, за пятницу они так, вот, голова и плечи сформировались, они, как раз, это все дело, видимо, и сбросили. То есть, вот этих ребят, которые там махинации проворачивали, их уже, скорее всего, нет в позициях. На выходные ушли, ну, вот, в районе 546, по открытому интересу. На понедельник и вторник были прям, ну, совсем, такие, тихо-тихо, как раз перед Фомкой мало кто будет сильно рисковать ее, заходить тактически большим младшем. И вот давайте отметим сейчас после Фомки, что у нас по Дельце осталось. Ну, вот коридор 63.15 по 63.65. Вот этот весь диапазон, и у нас получается концентрация шертов, как раз 63.56, получилось 64. То есть, тут не весь коридор на шортах. Итогово, большая вот динамика была как раз 63 по 62. И вот здесь оставили очень много шертов, вот весь коридор. Как раз его тестировали, этот диапазон. Можно смело брать 62.62 и до 63.22, так, чтобы запомнилось. 62.62, 63.22. В целом, вполне могут проблемы быть с пробитием этого коридора. Ну, опять же, здесь все, кто набрали позиции, они, по сути, в пятницу потихонечку спрыгнули. Значит, плотный коридор тоже шерсты. Здесь в районе 61.88. Итогово остались селлеры. Мы у второго отклонения по WP. Здесь как раз вот немножко поддержки осталось. Можете просмотреть, попробовать, пощупать, будут ли поддерживать байеры на этом уровне. Но, если раскачают эту каршу с Америкой, Китаем и вот этими пошинами, то еще и плюс ОПЕК, ну, в общем, есть чего остерегаться. Поэтому очень осторожнее с нефтью на следующей неделе. Так, давайте посмотрим теперь... Это бренд Фордс, который дневной таймфрейм. Здесь я хочу показать тоже, в какая шла ликвидность. 3.8 оборот был в четверг. 2.6 сегодня и... И... Сейчас уберу тут... Ядро 61 по 64. Весь коридор, в принципе... Из этого коридора прям, ну, вот, огненно. Коридор 62.6. 63.6 можно выделить в качестве контрольного уровня сопротивления. Сотку по дельте уже бабахнули по 61.60. Важная такая активность. И обратите внимание, на минимумах тут, в принципе... Вот 60.9, скорее всего, за этот диапазон набросали. И, в принципе, поддержки-то немного. Дальше посмотрим сейчас по открытому интересу. Вот, долгосрочно у нас первое и... Вот, 700. Сразу же. Второе число. То есть, 477 открытый интерес. На следующий день 706. В полтора раза увеличилось количество позиций. То есть, еще чуть-чуть и было бы в два раза. Относительно. И по дельте смотрим. Три дня, как и положено, вот эти шли на шорт. Два и один вот пока в раздумьях. Но здесь приток позиции достаточно большой. Хотя дельта 26 тонн. В сравнении с четвергом в два раза меньше. В сравнении с четвергом в два раза меньше. 85 тысяч контрактов. В сравнении с вот этой динамикой здесь было 235 дельта. 35к против 12 миллионов оборотов. Это раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь сессий. Тут три. Три сессии. 85к дельта. Здесь шесть с половиной оборотов. Здесь семь. То есть, фактически в два раза. Ну, идентичная тут просто там три дня и семь дней. Фактически вот в два-три раза. Дельта, единственное дельта, что здесь чуть-чуть не дотягивает. Еще бы там 10к и как раз была бы сопоставимая агрессивность. Так что пока по поддержке тут прям очень слабенько. Рановато еще заходить. Средний срок даже. Просто очень аккуратнее. То есть, прощупали относителям вот этого массива и селлеров, и байеров выбросили. Будем смотреть, чем закончится баталия Трампа с Китаем, ОПЕК и какие уровни будут тестировать и атаковать. В принципе, за второе отклонение немножко перегрет рынок от продаж. И, в принципе, вроде бы и поздно продавать. Очень смело только будут, наверное, запрыгивать на шорт на минимум пятницы. А вот байеров может прибавиться с понедельник-вторник. И вот они могут чуть-чуть откорректировать рынок. Соответственно, WP в районе 63,5. То есть, здесь как раз максимальный объем за этот период. Давайте теперь посмотрим «Газпром Сбербанк» по просьбе подписчиков и участников сообщества Wall Street Online. Также забыл проаннотировать 6 августа торговые стратегии для внутри дня. Торговая стратегия от объемных дисбалансов массивов, работа на экстремуме, то есть торговая стратегия для экстремумов. И Flow за лентой торговой. В общем, Сбербанк, обратите внимание на просто критичную дельту. 5,6 миллионов оборотов за 1 августа. И из этих 5,6 миллионов, вернее 1,2 миллиона дельта. То есть, ну, колоссальные такие прострелы идут сейчас по Сбербанк. Прям скидывают, прям жестко. И тут с гэпом, ну, это прям не часто такое. 22% на акции, это мега дисбаланс или 13. Объемы. Объемы прям за этот период с 5 месяца будет рекорд. 10 миллионов почти оборотов. Такая дельта примерно вот под миллион, миллион сто, была вот здесь. И это вот только за полтора квартала мы смотрим историю. Полтора миллион сто, почти под миллион. Вот здесь был миллион, вот он. То есть в одном коридоре 900 тонн. 342, ключевой был ценник. Видимо, что-то там не договорились и 233. Ценник тоже был очень популярный на продажу. Тут 12 миллионов суммарно наторговали. Как видите, полмиллиона, 235 и почти полмиллиона, 227. Вот эти уровни в ближайшее время вам будут ориентированы на то, что вообще будет у нас били восстановление хоть какой-то нарост в ближайшее время. То есть сиганули за квартальный минимум 224. Давайте посмотрим на более промежутки за год, например. Так, пока. Используемся в следующем году. так вроде уже подгрузился с первым обороты бывали побольше 19 и 15 миллионов за торговый день летний период видите как выглядит это в порядке вещей сезона поэтому нас миллионов то есть это еще не армагеддон были сессии по реквине давайте посмотрим на историю дельта какая была у нас пиковая 2 и 8 миллиона вот здесь было 2 и 8 кто-то сбросил пакете us 3 дельта на май было бы здесь то есть в двухсотки закупились и до 240 простояли видимо они 240 230 сбросили вот это явно вещи связаны точно так и вот здесь у нас получается были надеюсь хотя вот точно такая же дельта несколько сессий купили продали купили продали вот у нас получается под миллион миллион сто миллион 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 сбросили и вот сейчас было миллион 200 218 плюс минус рубль ближайший такой увесистый саппорт 237 237 с половиной мы уже оставили позади вот 233 233 233 и 231 качестве сопротивления пока висит у 20 миллионов по торговке и вот площадка которую вот точно должны пощупать и вполне может быть такое потом 212 214 по полмиллиона почти на каждом рубле и 210 миллион сбаланс тут на нас набрали так давайте посмотрим теперь том же ключе газпром вот ситуация по газпромов движение с 20 250 по 207 даже с гэпом гэп в принципе уже закрыли плотность по 230 235 здесь одна из ликвидных соседних коридорах и второе по значимости у нас коридор массива уровня с 245 250 они оба на продажу здесь можно посмотреть насколько сессий состоит в основном из агрессивности на шорт и у нас я выделил специально вот динамику которая была шорт в общем 52 миллиона обороты и четыре с половиной миллиона дельта вот в этой массивности коридор который очень необходимо отслеживать на предмет активности какой-либо поддержки вот здесь тут основная ликвидность вот этой нисходящей динамики в целом если рассматривать раз два три массивности вот эти то как раз 230 230 в 6 у нас средневзвешенная по этим шортам сессии на покупку даже если есть они очень слабо ликвидные но в плане со стороны байра здесь вот смели полтора миллиона был шорт 25 07 тут же полмиллиона рядом еще 300 тонн и начал весь цикл вот 4 0 6 начале июня то то что обычно происходит летом когда газ не так востребован и топлива как зимний период то есть не так даже поэтому на макушке вполне логично было зафиксировать дисбалансы бывают вот по 2 миллиона и вот таким цельсия прям недельку-две идут покупать или прямо аккуратненько под линеечку талятся вместо них конечно это делают автоматы явно закидывают позиции но в целом вот такая картина богоспрому спасибо что посмотрели обзор поставьте оценку и встретимся в следующем пятницу в вас 00 пишите в сообщениях под видео какие рынки вы бы хотели детально рассмотреть и прибыль на неделе вам берегите себя не пропустите последний месяц летом всего хорошего до свидания пока